Всех приветствую, ребята. Итак, после небольшого перерыва мы возвращаемся к прохождению. Вот. Нам нужно будет разобраться с квестом про загадоньки. Где он у нас? Ну да, тайны мироздания. Так, пусть он здесь лежит, мы его трогать не будем. Но предварительно мы телепортёмся в город, приведёмся в порядок, потому что мало ли нам всё-таки придётся там драться с этим чудовищем, который сидит там. Так, дизайн меня, пожалуйста. Зайти. И начнём, наверное, с улицы. Кучу всяких переодевашек сделаем, там ещё всяких дел, которых у нас достаточно много накопилось. Так, ну и что так долго-то? Ужас. Так. Бежим к торговцу для начала. А, я вот что вспомнил. Я уже давно хотел прочитать информацию у Лана, которая появилась вот здесь. Сражение с Савамилехом окончилось. Победа Илан, осознав, что он не погиб, совершая героический подвиг с оптимизмом, смотрит в будущее. Он хочет верить, что боги смилостивятся над мангрелами и постепенно, скверно разрушающая их жизнь, сойдёт на нет. Такие вот дела. Ещё мне предложили посмотреть, введут его диалога про то, что он сейчас там отчасти полудемон. Не появилось ли у него каких-нибудь интересных состояний, интересных. Но вот здесь, как вижу, нет. Может быть, здесь что-то? Как вижу, тоже нет. Ничего здесь не появилось. Может, здесь? Да и здесь, как будто бы, нет. Ну, и ладно. Так, следующее, что нужно сделать. Вот эту робу надо выдать силе, мне порекомендовали. Супер. А её робу... Не знаю, да кому её дать. Харизма и мудрость. Ну, тебе как будто бы я мог её дать. Ну, ладно, пусть пока она на тебе болтается, потом, если что, кому-нибудь другому выдадим. Ну, ничего страшного не случится, если ты в ней пока походишь. Этот обруч даёт носящему плюс 12 мастерства к проверкам атлетики и подвижности. Если этот обруч надет на верного зверя, он также даёт бонус уклонения плюс 3 к защите против дистанционных атак. Вот это интересно. Я что-то как-то пропустил, что у нас такая интересная вещь появилась. Что-то всякого герна на подбирали. По рукам. Это тоже забирай. Так, а что у нас у коня в таком случае? А почему бы ему действительно... Хотя... Плюс 1 к защите за каждого союзника. Так, а на ГГ у меня чё? А, ну понятно. Ну понятно. Вон. Выдам тебе этот поезд раз у тебя всего лишь на плюс 4. Отлично. Дальше. Также вольжифу можно выдать вот этот кукри, который мы ещё один подобрали. За место... Вот этого. Так, сек. Так, очевидно вот этот кукри нам нужно поменять. Ну, допустим. Допустим. Повешу пока эту кукри на тебе, пусть болтается. Так, поезд мне точно не нужен. Забираю его себе. Может, висмуту мне выдать этот шлем всё-таки? Эту тиару точнее. Что-то она, мне кажется, прям хорошая такая. Так, сейчас мне, наверное, тут набросятся все с кучей просьб. Ну, поехали. Голос Леди Каномер исполнен довольством. Командор, у меня замечательные новости. Изо всех регионов Мендова поступают сообщения, что политический кризис в стране преодолён. Военные части, направленные вами в регионы Мендова, восстановили законность и подавили зачатки мятежей. Вся страна впечатлена тем, как стойко вы выдержали, сдерживали демонов и в отсутствии подкреплений. Думаю, будет справедливо сказать, что сейчас вы, Коммодор, имеете наибольший вес в политике Мендова. Использовав своё влияние, вы можете совершить нечто масштабное и значимое. Например, провести тотальную воинскую мобилизацию в королевстве. Как вы распорядитесь своим могуществом? Надо напомнить мендовцам, что боги заботятся о нас. Это они дали нам силу и мудрость, чтобы уберечь мендов. Пусть люди идут в храмы, славят их и жертвуют, и молятся. В тёмный час феры много не бывает. Во многих землях храмы взымают десяти, но у меня есть свежая идея. Почему бы не нам не сделать наоборот и не обложить храмы налогом? Назовём это налогом праведников. Скажем, что будем взымать тем больше, чем благочестивее храмы и его прихожане. Посмотрим, что победит вера или скупость. О, о мендове должен кто-то позаботиться. Иначе при следующей встряске эта кобыла точно откинет копыта. Может, устроим выборы в королевский совет. Пусть уже стороной руководят те, кто достоин. Не важно, из какого сословия и какого достатка. Равные права кифлингам. Вольжев подбочане с дерзко взирает на окружающих. Пора положить конец мендовскому притеснению нашего благородного народа. Хвостатый, это ещё не значит, что про хвост. Ха-ха-ха. Мда. Так, ладно. Мнение совета. Как прикажете, командор. Ваши советники доказали свою дипломатическую и политическую принципиальность. Так, Засиэль. Разве раньше мендовцы недостаточно почитали боков? Достаточно, и потому боги не дали мендову пасть. Однако, когда беда отступает, люди вздыхают с облегчением и покидают храмы. Так всегда бывает. Но пусть кризис в Мендове не завершился. Наша война ещё в самом разгаре. Надо напомнить людям, что такое страшное зло ещё не побеждено. И сплотить их не вокруг светской власти, как раньше, но вокруг духовной. А в Мендове точно нет кого-нибудь, кому только почтение пригодилось бы сильнее, чем богам? Совсем-совсем никого? Или боги у нас самые угнетённые? Что ты о них так заботишься? Это он всё, да, про своё. Так, Дейран. Время ли для новых налогов, да ещё и обращённых к храмам? В обычной ситуации ты не провернёшь такое дело. А сейчас, когда крестовый поход вовсю движется к завершению, тебе не захотят перечить. Так что мы убьём двух зайцев одним выстрелом. Найдём источник финансирования, который нам очень нужен. И развлечёмся, наблюдая, как святоши будут разрываться между стремлением показать себя святее всех святых и желанием заплатить поменьше. Ты словно ребёнок. Ради шутки, кажущейся тебе струнной, ты советуешь командору обратиться против веры. Единственного утешения, что осталось у многих в этой истерзанной войной земле. Сколько бы денег мы не собрали с Мэндова, все их придётся опустить на личную охрану, иначе народ вздёрнет нас при первой возможности. А самая высокая ветка достанется графу Орендею. Как знак признания его несомненной мудрости. Так, Лан, что за идея с выборами? Мэндов сейчас пепелище и царство разрухи, богатое только патриотизмом и покойниками. Надо его спасать пока не поздно. И начинать стоит с тех, кто управляет стороной. Мы уже насмотрелись на высокомерных чиновников, набивающих карманы. И знать, менящие себя лучше прочих из-за происхождения. Было бы здорово, если бы в Королевский Совет попали те, кто этого достоин. Без оглядки на родословную, связи и толщину кошелька. У мангрелов вождём выбирают самого умного, смелого и опытного. Может и наёмники смогут осилить такую премудрость. Или они слишком цивилизованы для этого. В глазах Леди Каноми мелькает тревожный огонёк. Время ли сейчас для столь серьёзных реформ? Мэндов и так испытал много потрясений. Так, Вольжев, давай поподробнее про тифлингов и их права. Речь Вольжева звучит громко и удивительно гладко, словно он её репетировал не один раз. Всем известно, как в Мэндове притесняют тифлингов, будто мы сами демоны. Ни свободы, ни уважения. Одно только унижение до подзатыльники. Если рога, ты получи порогам. А исправ только право платить налоги и право служить войске. Честно ли это? Нет. Должно ли вам быть стыдно? Ещё бы. А ведь, как бы с нами по-хорошему обращались, мы бы разве остались в долгу? Мы ведь не только ворами бываем, ещё купцами, стражниками, адвокатами. Я хотел сказать жрецам, паладинами и волшебниками. А если бы Мэндов вспомнил о совести, неужто мы, тифлинги, не отплатили бы за это добром? Отплатили бы. Так и знаете все. Вольджев от возбуждения даже бьёт себя кулаком в грудь. Шёпот Дейрана в оцарившейся тишине, кажется, слышен всему Дрзену. Скажите ему уже кто-нибудь, что у тифлингов и так есть все права подданных Мэндова. Если нет, не говорите. Так смешнее. Вот толку из меня делать не надо. Думаете, мы не понимаем, что одно дело, когда эти права на бумажке записаны, ей хоть кто подтереться может, а другое дело, когда на самом деле. Подозреваю, что тебя и твоих дружков-плутифлингов недолюбливали. Не из-за вашей расы, а потому что вы конченая варьё. Блин. Но кто я такой, чтобы меня слушать? Просто однорукий полуящер. А, однорукий полуящер. Которому совершенно непонятно, как могут судить о ком-то по его происхождению. Ну, тут по фактам, конечно, вообще просто вот не доебаться. Леди Каноми. А в Мэндове есть ещё кого мобилизировать? Есть, не сомневайтесь. Если бы все были здесь, Мэндов уже вымер бы от голода. Но я говорю не только о людях. Я говорю о лошадях, которых можно изъять на нужды армии. Об инструментах, которые можно перековать в оружие. О запасах аптек, об услугах ремесленников, строителей и волшебников. Армии могут послужить многие и во многом. Не обязательно вступать в неё. Сыновей и дочерей войска отобрали, золото отобрали, хлеб отобрали, лошадей отбирать собираемся. Давайте ещё отберём у народа палки и камни. Не то нас однажды ими и забьют. Так. Засиель, чё он предлагает. Все генералы получили заклинание «Судный день». Наносит всем вражеским отрядам магический урон, восстанавливает здоровье всем отрядам в армии. Прикольно. Дейран. Строительство зданий на 50% дешевле. Ну, такое. Мне денег хватает. Так, лан. Стоимость наёмных отрядов уменьшается на 10%. Ну, тоже. Прирост войск мифических отрядов повышен на 15%. Прирост очков энергии увеличен на 5%. Мобилизация. Стоимость обучаемых отрядов на 10% меньше. Ну, давайте лановский вариант выберем. Хотя, вариант засели, он такой более прагматично выгодный для нас. Ну, что ж. Может хотя бы на этот раз удастся подобрать по-настоящему способных людей. Мы, наконец, можем просто повоевать с демонами. Впрочем, я размечтался. Леди Каноми почтительно кланяется. Когда мы впервые встретились, я позволила своим глазам обмануть меня. Я не увидел о вас, выдающей вас политиком. Вы ничего не знали о дипломатии и не ведали. Каковы расклады сил в нероссиане и за его пределами. Но вас вела ваша мощная интуиция. И благодаря ей вы смогли спасти Мэндов и укрепить связи с иностранными союзниками. Примите моё почтение. Должен признать, заседания совета были не худшими моментами в моей жизни. Почти увлекательными. Ты, похоже, обладаешь способностью всё делать интереснее. И войну, и приёмы послов. И я, как верный сын Мэндова, даже принял участие в вершении его судьбы. Посмотрим, проклянут ли нас потом потомки или восхвалят. Мне, наверное, никогда не стать настоящим дипломатом. От всех этих политических уверток у меня рука сама тянется к луку. Ещё чуть-чуть, и я вошёл бы в историю как ланстрелок по послам. Но я впечатлён тем, как ловко ты расправлялся с чужими интригами и строил свои. Политика, похоже, оказалась не таким сложным делом. Всё так же, как на улицах между бандами. Только нельзя крыть... По матушке. Может, после войны мне тоже стать дипломатом? Для меня было честью и удовольствием советовать вам, командор. Однако, я не думаю, что в дальнейшем вам пригодятся мои советы. Мэндов стоит крепко. Союзники верны и надёжны. Дипломатический совет исполнил свои роли, больше не нужен вам. Всё, что ли? Больше ко мне никто не придёт никогда? Ну, блин. Печально. Что тут сказать? Ладно. Продолжим переодевашки всякие. Так. 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 Шлем Ясный Взор. Рекомендовали выдать каждому питомцу, но... Я всё у них продал, всё, что можно. Ну, точнее... У меня было четыре этих шлема, но я продал два. Два оставил, поэтому купать я их не буду. Поэтому, как бы, вот. Твою чудесную шапочку я оставлю. Так. У тебя что? Ну, даже, если честно, не до конца понимаю, почему этот шлем мне сказали, что он лучше. Так. Так, а у динозавра чё? Ну, вот у него можно поменять. Да не знаю. Чё-то я прям не уверен, стоит ли менять его. Как будто бы нет. Пока положил всё-таки сюда, потом посмотрим, чё мне там скажут. Дальше что у нас там? Дальше у нас немножко книги заклинаний у Арушилайи. Так. Над третьим круги. Мгновенную вражду на волшебный клык высший. Аспект животного на ещё один клык. Волшебный клык высший можно бафать на твоего всадника и Тревора, помимо животных, чтобы они получали бонус к естественным атакам. А, ну, вообще, поскольку сейчас я буду того же Тревора убирать, не знаю, надо ли мне ещё один. Или аспект животного выше всё-таки я бы оставил. Хотя бы один. Ну и три вражды. Так, дальше. Пойдём сейчас на полянку ещё поспим. Давайте на стол заглянем, что у нас там. Никаких приказов нету. А то я за несколько дней своего небольшого отпуска... Ой, всё сломалось, я его обожаю. Сейчас загрузимся, всё починится. Так. Да, у нас приглашение от крестоносцев вольных. Сходим. Здесь у нас... О, так здесь ещё вообще прям долго-долго ждать. Так что... Оставим пока. Ну и как мы поспим, тут начнётся следующий день. Может, там всё-таки что-то появится. Не знаю. Ну, вами мне нечего делать, да как и всеми остальными. Всё, что можно, уже давно сделано. Ну да, тогда идём на полянку. Я сейчас туда, за кадром, прибегу быстренько. Так, ещё я вспомнил, что нам нужно все шмотки слана перекинуть. Обратно. Так, это вот это. Перчатки. Без теорий. Без теорий. Продолжение следует... Так, вроде бы ничего не забыли. Очки. Плащ. Так, ну, вроде бы да. Все окей. А, пэтов надо накинуть на нее. Чуть было не забыл. Где они? Ну, я славно, может, еще колчан заберу на всякий случай. Все, супер. С Тревора надо еще снять амулет. И... Да где ты? Да, амулет. А, ну и все. И динозавра. И передать Вольжифу. Так, это тебе. Ах, ну да, ты же мертвый. Все, идем. Угу, супер. Рамка выглядит взъерошенной. Пальцы в чернилах, волосах стружка. Командор, я же сказал, предупредить, если он придет. Кто должен был стоять на часах? А, неважно. Сюрприз все равно уже испорчен. В общем, мы тут готовим праздник для тебя, для Вольных Крестоносцев и всех, кто захочет присоединиться. Праздник это всегда прекрасно. Я тоже так думаю. Слишком много страшного вокруг. Надо напомнить всем и себе, ради чего мы живем и сражаемся. Раз уж ты здесь, мы можем решить одну вещь. Что ты любишь больше, фейерверки или уютные застолья? Понимаю, что лучше и то, и то, но у нас тут дилемма. Драконы Беспорядка из Элизиума готовы расстараться и устроить такой фейерверк? Каких ты еще не видел. Вот только Азаты Вероналия не любят шума, взрывов, да и драконов беспорядка, если честно. Но нет, они любят драконов беспорядка, просто как бы это сказать издалека. У Азат Вероналия немного иные вкусы. Они любят спокойные гармоничные торжества. Вроде чевствования смены сезонов. Они могут заставить каменные пустоши расцвести на одну ночь, и столы будут ломиться от волшебных фруктов. А Драконы Беспорядка хотят такое шумное празднество, от которого все демоны намного миль вокруг сбегут в бездну, рыдая от страха. Как вам пришла в голову идея праздника? Мы просто любим тебя и любим этот поход. И ты, и твои солдаты, и наши бойцы совершили столько героических деяний. И хотелось бы всех порадовать. А расскажи подробнее про Вероналия и Драконов Беспорядка. Азат и Вероналия иногда снисходят на праздники смены сезонов. Это прекрасные девы из Полинского роста, чьи тела сотканы из цветущих роз. Они управляют погодой и растительным циклом. Даже праг своих павших врагов они употребляют в дело, удобряя саму почву, из которой затем воспрянет новая жизнь. Это могущественные союзники, ценящие жизни, стремящиеся к обновлению и переменам во всем. А на самые буйные и веселые из пирюшек могут наведаться и Роди Чаеву, Драконы Беспорядка. Шум и гамок всегда привлекают. Они тоже приходят из Иллюзиума. И им по нраву буйство и веселье, и смеха. А им по нраву буйство, веселье и смеха. Они бывают так веселятся, что они следят за тем, чтобы никто не пострадал по недосмотру. Но это в природе некоторых обитателей Иллюзиума. Ранка, ну ты что, еще сердишься за то платье? По-моему, с зелененькими и желтыми пятнами краски оно стало только лучше. Я не называю это, кто-то пострадал. Мне бы понравилось, если бы меня спихнули в бочку с краской. Даже пять раз, а не всего лишь два. Так, ну давайте посмотрим. Так, получен доступ к приказу торжества Азад Вероналия. Позволяющему нанимать Азад Вероналия заклинателей, способных воскрешать павших и снимать проклятия. Хрена себе, такого мне надо, конечно. Один из самых могущественных Азад Вероналия повелевает силами природы. Они могут милосердно дарить жизни и могут беспощадно отнимать ее. Это хорошая альтернатива всем этим говномагам, паладинам и всему вот этому бесполезному сброду, который мы там таскаем с собой. Из-за одной Азады. Из-за одной мало. Веселые драконы беспорядка сеют хаос вокруг себя. Но они не со зла, просто сама реальность вокруг них становится непредсказуемой и взбалмошной. Накладывает случайное заклинание на выбранный отряд, положительное на дружественный или негативное на вражеский. Прикольно. Почему у Айвы нет такой штуки непредсказуемой магии? Так, дыхание безумия. Отряд создает конус звука, нанося урон и накладывая на цели случайные заклинания. Отряд игнорирует препятствия и другие отряды при передвижении. Закончить движение отряд обязан в свободной клетке. Атаки отряда приводят цель в замешательство на один раунд. Этот эффект воздействует на разум. Ну, короче, понятно. Один типа там такой маг-бафер, а вот это чисто как бы что-то про боевую магию. Рассеивание, опутывание. Понижает скорость выбранного отряда. Восстанавливает здоровье. Отряд получает штраф. Отряд получает штраф к атаке на следующую атаку. Следующая атака ближнего боя нанесет полный урон от атаки цели и половину урона. О, господи, какая же сложная штука. Полет, ага. Оживляешь ты как? Я-то думал, тут вот это оживление какое-нибудь, не знаю, там. Ну, в общем, это обычный эффект исцеления. Ничего там как бы такого нету. Так что, наверное, я Айву поддержу, потому что накладывает случайный эффект и звучит забавно. Ура! Ухаха! Прилетят родичи. Мне срочно надо подумать над списком того, чем я буду хвастаться. Прекрасно. Сядем и жарко, у жарко пылающего костра будем острить, пить крепкий мед, хохотать до упаду, а потом станем танцевать, выделывать безумные штуки и играть в слегка опасные игры. А на следующий день проснемся с больными головами, но такие довольные. Знаешь, командор, я очень рад, что мы можем хоть немного отблагодарить тебя за все, что ты делаешь. Первый пост, тост будет за тебя. Ну и хорошо. А еще я там видел флаг с пивом. Он исчез! Он здесь висел? Блин. О, это что? Это мимик, что ли? Волшебная арфа, сделанная по эскизу Аранки и ее друзьями. Струны сами с собой наигрывают мотив песни Элизиума. Взгляда, устремленного к звездам. Так, давайте все сюда. Нам надо отдохнуть. Да, вот это мимики. Тут стоят. Так, все на месте. Супер. Так. О, автораспределение. Супер. Так, ну остый пирожок пусть будет. Здесь... Пусть добрая надежда будет. Эй, а правда, что жрецы Шелин находят самую красивую девицу и начинают ей поклоняться по-всякому? А если привезти такую девицу, они заплатят? У меня есть план. Поймаем Суккубу, притащим им, а деньги поделим пополам. Ты что, смеешься? Нет, это просто кашель. Что ж, зеленье удалось. Может, у вас что-то новое появилось? Нет, ничего нового не появилось. Все старое, все супер бесполезное и ненужное. Вон, зато у них тут скамья есть. Скоро мы культистов так выдрессируем, они от любого стула и кровати шарахаться будут. Да, красавцы вообще. Так, что мне тут еще надо было сделать? А, да, проверить там одно заклинание, которое сила накладывает. Благословление оружия же? Да. Да. Так, оно не здесь отображается, а как его посмотреть? Так. Магическое оружие. Ну, наверное, вот здесь, да? А где оно отображается? Я думал, в состояниях, в эффектах. Чего-то я не понимаю. Так, где оно? Так, ну, очевидно, оно как бы таковым стало, но... Да хрен его знает. Чего-то... Не знаю, где это посмотреть. Я думаю, да не так важно, типа, вообще, на самом деле, сколько оно длится. Главное, что нам на бой хватает. Но там мы все равно там спать идем, там, туда-сюда. Поэтому, честно, вот абсолютно не имеет это смысла. Вот даже сейчас пытаться выискивать. Работает должным образом. В том виде, в котором меня абсолютно устраивает. Так что пойдем лучше разгадывать загадки. Вот, которые у нас там накопились. Так. Посмотрим, что у нас в замке произошло. Аж три приказа, господи. Выборы в королевский совет. Призыв азад. И карнавал драконов беспорядка. Ну, хорошее дело. Ну, а нам нужно двигаться дальше. Какую-нибудь ближайшую точку. Для того, чтобы поразгадывать загадочки. Так. Это сосредоточение тайны не самое близкое. Неужели ближе нету? Один день, девять часов. Ну, нормально, в принципе. Это при том, что мы начнем идти и там все равно телепортируемся. Два дня, один час. Походу, все-таки вот это там самое близкое. Один день, одиннадцать часов. Ну, пойдем сюда. Нам тут особо некуда же, наверное, телепортнуться там. Ну, да. Здесь нету. Здесь крюк большой. А, не-не-не. Вот сюда мы можем в дозор шлеп. И за один час дойти. Ну, так вот переиграли всех. Так, и... Мне нужна, видимо, все-таки... Ну, попробуем, конечно, сами, но... Такое ощущение, что... Как будто бы не сработает. Тут не совсем очевидные загадки. По крайней мере, возможно, только в центре такая, не совсем понятная. И она станет понятнее, когда мы вот эти штуки какие-нибудь тут откроем. Ну, да, вот с бутыльками она вообще вот хрен знает, что с ней делать. Так, вставайте сюда. Все, стойте здесь. А, забыл призывать своего тотемного динозавра. Так, 35 голов. Ну, ладно, они хоть ничего не весят. Так, на память таскаю. Так, динозавр. Мать твою, ты где? О, я? Динозавр полностью приодет. Так, у тебя амулет на месте. У тебя все твои пожитки на месте. Надо только активировать. Вот так вот. Это... Сюда. Это сюда. Так, все. Можно и сохраниться. Понятнее не становится. А, а как ее достать? Я типа, что, правильно ее поставил? А, ну тут просто выбора нет. То есть вот эти мы ставим, как ставятся. Так, ну это хорошее дело. А теперь, видимо, нужно как-то вот эти правильно составить, по аналогии вот с этими. хрен, правда, что тут поймешь. Ну, давайте поглядим. Бля. Так, ну тестово поставим, допустим, одну такую. Ох, е-мое. Ну, один раз я такую... О, решил уже. Вглядываться, правда, во все это дело. То есть, наказание. Короче, тут, очевидно, работает... Ээээ... Принцип домино. Как мне думается. То есть, нам нужно найти вот такую же похожую. Так, ну верхняя не похожа. А, она еще одинаковая. Так, сек, подожди. Вот эти штуки разные. Это вот такая. Или нет, или там с одним колечком. Блин, вот отодвинуть бы вот это все. А, во. Так, то бишь... Такая, что ли? О, такая же. Так, теперь нам нужно вот такую же поставить. Так. С одним колечком. Светлую с одним колечком, да? То есть, она такая-такая... Ммм... Ээээ, господи. Ээээ, господи. Одинаковые, нет. Нет, это разные. Блин. Так, я снова накосячил сек. Ээээ... 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 Во. Так, пока что... Принцип домино вроде бы работает. Я, правда, не очень уверен. Хотя... Вот здесь как будто бы все-таки не принцип домино. Ох... Зачем мы вот эти ставили, я вообще не понимаю, конечно. Ох, такой-то у меня, наверное, еще и нету больше. А, ну еще одна есть, да? Вот. Ну их три вряд. Ну ладно, и что дальше? Здесь... Сейчас нужно найти коричневую такую. Ага, только я... О. А-а-а, они вон, как че? О, бля. Ммм... Че-то чувствую нет. Я неправильно что-то делаю. Может тут не принцип домино. Не знаю, я могу от балды их наставить пока. Вроде бы вот есть, типа, вот эти вот подсказки в виде соседних плит, но смущают вот эти вот, которые тут посередине расположены. К чему они относятся? Что они делают? Ммм... Да. Ну, конечно же, ничего не работает. Тут бы какая-нибудь стена открылась, не знаю где. Вот эта вот, наверное, я думаю, открылась бы стена. Ладно, попробую еще минут пять поломать голову. Если нет, то просто посмотрю, что нужно собрать, и все. Даже по картинке, если честно, это достаточно непросто сделать, потому что сидишь, различаешь подолгу эти картинки, потом вставляешь в плиту и такой... И там вообще другое. Вот. Сидишь, крутишь, вертишь ее, ну... В общем, да. Такое удовольствие оказалось. Ну, это не она. И вот так вот сижу, вот, пытаюсь понять, что происходит. Вот эти вот, которые полностью соответствуют картинкам. Другие... Я там примеряю уже херовую тучу раз. И пытаюсь понять, что происходит. Как будто бы даже не в ту головоломку смотрю. Вот таких вот вообще больше вот не осталось. Но ее, наверное, все-таки сюда. Хотя вот один символ по картинке не сходится. Это вот этот вот. Там другое изображено. Но, допустим, и на картинке еще они не двухцветные, а не одноцветные. Поэтому тоже вот вызывает вопросики, так сказать. Эту вот сюда. Потому что ее еще развернуть надо. Вот так вот они идут. Дальше. Осталось здесь еще две. Но их я наугад могу бахнуть. Если не сложится, то поменять местами. Так. Тут развернуть надо. А тут... А, я понял. Походу не неправильно все. Вот так. Вот здесь такая. Или нет? Господи, неужели... Наугадывал. Блин. Вот. Не знаю. Как будто бы они просто обновили скины этих плит. Они отличаются от тех, что есть в ответах. В прохождении. О. Заметки на эльфийском. Бриллиант. Тяжелая булава. Судя по всему, не очень полезная для нас. Еще и одноручная. Судя по всему, не очень полезная для нас. Ясно, ясно. Но... Минут 20, 30... И, возможно, все 40 даже я убил. А просто что-то не засек, сколько я пытался. Суммарно. Ну, там типа из-за ряда я 20 минут попытался. Потом 20 минут еще сидел, картинки подбирал. Какие здесь подойдут. Так. Что там? Сосредоточение тайны. И... Что у нас осталось? Последний полот. Ну, давайте к сосредоточению тайны пойдем. Посмотрим, что там у нас. Так. Сейчас надо убрать всех подальше. Я здесь. Где еще я буду? Так. Начинается все безобидно. Так. Отсюда. Здесь тоже такие же мерзкие картинки. Ух, блин. Эмм... Ну... Так хрен его знает, по какому принципу их тут складывать. Ощущение, что тут вообще как будто бы как таковой логики нету. Ощущение, что их еще больше стало. Ну, конечно, вряд ли. Какое-то чувство такое присутствует. И, опять же, на картинках они тоже одноцветные, что, безусловно, очень радует. Эмм... Так. Ну-ка, отойди. Так, эту, наверное, я пока заберу. Потому что она тоже по картинке расходится. И не совсем подходит. Попробую сначала одинаково и все собрать. Здесь... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да. Такая. Много, кстати, тоже отличается. Зараза такая. Ладно, продолжу сейчас дальше составлять, потому что вот этот перебор, он не на пять минут. Так, ну как будто бы все. Сейчас последнюю ставим. Не угадал, что ли? А. Так, где-то я накосячил. Блин, как вот... Тяжело-то, что они разные там. Матерзанок. Так, может вот так? Да, эту вот так. Так я посравниваю. Угу. Похоже. Посередине. Посередине тоже похоже. Ощущение, что, конечно, в цвете вообще никакого смысла нету тут запариваться. Вот это одинаковое тоже. В прошлый раз не запаривался. Вообще оставил как есть. Как легли, так и оставил. Ммм. Вот это у меня неправильно, например. Да. Тут другая должна быть. Ммм. Ммм. Так, здесь... Так, так, так. Вот с такими тремя ушками должна быть где она. Вот такая. Надо их местами поменять. Что, не угадал? Да, пляхо, муха. Да. Такое тоже бывает. Ну, давайте смотреть, где что не сходится. Ну, не знаю, тут как будто бы все нормально. А, вот здесь наоборот. Все. Нашел все ошибки. Что-то хероборо, конечно, какая-то. Бирюза на Х5. Но... Ну, такое, если честно. Ну, давайте, господи. Так, и полок остался у нас ещё. Так, давайте все сюда. Дверь, очевидно, здесь будет открываться. Сохранимся. Эээ, не понял. А где? Так, вот это уже интересно. Я, походу, не нашёл что-то. Секунду. Так. В костяных холмах я не был. Вот оно чё. Сука. Ох, ё-моё. Как это я не досмотрел-то так? Что мне не хватает плит? Так, это они где находятся? Сейчас разберёмся. По карте надо, блин, ещё всё это, блин, разобрать. А то просто так-то не дойдёшь туда. Так, долина храмов. Да, это Value of Templates. О, так, слушайте, мы прям рядом вышли, походу. Да, да. И вот здесь вот? Или... Нет, пищу. Вот здесь. Вот здесь находится нужная нам локация. Хороший вопрос сейчас, как её налутать. Так, сохраняемся. Видимо, нам нужно прийти сюда. И... Отсюда мы там сможем что-то понять в этом мире. Так, в замке там что-то происходит у нас. Так, ясно. Судя по всему, у нас опять 25, как говорится. Нужно как-то попасть в эту костяную залупу. Да. Пробуем по-старому. Доходим до сюда. И, очевидно, вот здесь у нас должен открыться путь. Убаюкиваемся. Ты когда смотрела на мелкоту из погорельцев в Кенебрисе, такое лицо имело, что скучаешь по дням, когда не гнулась под тяжести доспеха и кляфт. И сама себе была хозяйка. Я действительно иногда грущу, видя детей и вспыненное детство. Но не потому, что скучаю по свободе гнить в трущобах, а потому, что помню, как жила до трущоб. Пока еще не стала сиротой. Опять не сварили мы ничего страшного. Плевать, на самом деле. Что же за боль-то такая? Что у вас тут нового? Защитники свободы. Опять вылезли. Ну, я-то никуда не тороплюсь, конечно. Тут еще можно 20 раз все порешать. Хм-хм-хм. Какая несправедливость, конечно. Так, как там называешься? Замок желаний. Отстань от меня, странствующий торговец. Не хочу. Откройте мне вот эту костяную помойку. Бон Хиллс, которая называется. Мм-хм-хм. Да. Как ее изведать-то тогда? Есть предположение, что откуда-нибудь отсюда. Но это, конечно, пиздерить будет здоров. Ой-ой-ой-ой. Здесь у нас что? Яс. Ну, конечно, я максимально недоволен. Что для того, чтобы что-то вот так вот найти, нужно вот ходить и... педалить по карте вот и тут, и там. Что я нашел? Мм-м-м. Ни хрена себе. Вот. То есть вот это вот я вижу в другом конце карты, а вот тут вот... Вот тут вот то, что вот здесь, я не вижу. Но у меня нет никаких комментариев на эту тему. Схожу сюда. Чарующий голос. Отряд солдат встретил чудища сотни женских голосов. Тепели нежными голосами, и их пение усыпляло солдаты-демонов. Один глухой рыцарь смог убить чудовище, но голоса не умолкли. А, но головы не умолкли. Солдаты отрезали одну из них, запечатали рот и привезли в Дризен. Как поступить с такой головой? Продать. Восемь тысяч очков финансов. Использовать против демонов. Демоническая колыбельная. Выбранный отряд уснёт на три раунда. Использовать в целительстве. Все генералы получили плюс... Ооо, лазарет увеличивает. Трикстер, виндуак. Ну понятно. Так, берём лазарет. Порой душевные раны опаснее физических. Многие солдаты мучаются от кошмаров и бессонницы, и целители облегчают их страдания зачарованным пением. Надеюсь, им не придёт пиздец потом. От того, что они этого говна там наслушаются и отъедут. Не спать. На врагов нам плевать. Узелок на сосне нам нужен. Забытые секреты. Сейчас дойдём. На вершине сосны покачивается узелок с какими-то припасами. Кто и зачем повесил его туда? Вы можете добыть здесь реагенты для создания предметов. Ну то есть вот как так вот? Вот это вот тоже вот хуй знает где находится. Ну вот в ебенях, мягко говоря. А вот тут вот, вот тут вот, вот просто вот, ну вот, слов нету, короче. Зачарование злого дурмана. Супер. Умелый мастер. Да, фломастер. Ну давайте. Друиды прибыли в Дрэзен, чтобы совершить магический ритуал над реликвией Сулемы. В то время как одни желают её очистить, другие почитают падшего друида и желают воздать ему почестью. Изгнать дурман. Срепость, интересно. Всякий раз, когда в этот ламинарный доспер попадает, носящий получает быстрое исцеление. Суммируется вплоть до 10 до конца боя. Да что-то херь какая-то. Вот это выглядит всё-таки как-то поинтереснее. Вряд ли я его буду носить. Он, скорее всего, у нас будет просто лежать. Так что давайте. Изгоняем. Друиды скорбят о падении своего верного товарища Сулемы. Они провели обряд очищения над принадлежащими ему реликвии и одолели лежащую в предмете порчу. Ура. Так, это что, дипломатия? Реликвит тоже к дипломатике каким-то хером относится. Ну, давайте. Судьба, зачарование, судьба, пердыш. Булавка, маска, похитителя яиц. Про какие-то поры мне здесь писали. Давайте посмотрим, что с пердышом. Пять дней. Ну-ка, а на другие пять дней. Пять дней. Ну, давай теперь дыша отправим. Пусть там делается ничего-нибудь. Отстаньте от меня, я прокачан. И мне подавно неинтересно ни с кем драться. Да, бля. Чё-то они зачастили на меня, собаки. Ага, значит, это всё-таки какая-то нормальная встреча. Типа. О, это этот с новостью. Древний призрак. Твой поиск знания продолжается. Готовь ли ты ответить на последний вопрос? Давай. Мой последний вопрос будет о мудреце и мастере. Обладатель редкого знания, которым он не поделился ни с кем. Я покажу тебе видение. Ответь, кто мастер и что он создал. Видение возникает перед вами. Эльф, совершенно обычный на вид, искусно вытачивает из серого камня скульптурные побеги лозы. Вы знаете, кто перед вами это? Кандларон по прозвищу Скульптор. Один из величайших эльфийских чародеев. В открывшемся вам видении он создаёт арку-убежище, великие врата, через которые эльфы тысячи лет назад бежали с Галариона, а затем вернулись обратно. Угу, отвечаем. Это Каландрон, Скульптор, создающий сеть эльфийских фарад. С их помощью эльфы бежали во время мирокрушения. Это верный ответ. Малое знание — это первый шаг дороги к большому. Забытые секреты открыты для тебя. Разгадай их и сможешь пройти дальше. Тайны мироздания откроются достойнейшему. Продолжай искать. Так, тайны мироздания. Окей, окей. Садмешки. Да-да-да. Так, а чё где тут? Короче, у меня есть такое ощущение, что вот точки открываются ровно после того, как мы встречаем вот этих вот чуваков. Вот прям однозначно. Вот я, короче, понял, как это работает. Встретили чувака, открыли точку. По-любому это так работает. Так, это наша четвёртая встреча. Последняя, потому что больше не осталось мест, которые я должен открыть ищущему. Спроси меня, о чём хочешь, если хочешь. Жаль, что всё заканчивается. Мне нравилось говорить с тобой, я почти вспомнил, что значит быть живым. О, чё он нам тут надавал. Как давно ты прикован к сердцу загадки? Тысячи лет. Меня поставили заманивать путников к сердцу загадки ещё во времена эры тьмы, когда эти земли не знали света солнца. По счастью, я не всё время бодруствую. Иначе сошёл бы с ума. Я сплю без снов, а может вовсе не существую. Пока рядом мне окажется путник, ищущий путь к сердцу загадки. Тогда меня ненадолго вырывает и сна и швыряет в тот мир, где я всё равно не более, чем призрак. Едва успев договорить, призрак отшатывается и с криком исчезает во вспышке магическая энергия. Понятно. Вообще, конечно, не ожидал найти что-то на таких микролокациях. Но, объективно, конечно, ничего интересного мы тут не нашли. Сила уже в бессилии. А стих я для кого читал? Слышь? Ну-ка, быстро. Воспряла духом. Тут совсем убалдела. Устала она там, видите ли. Отстаньте. Древние руины, доставшиеся Саркорису в наследство от неизвестного строителя времён Мирокрушения. Саркорианцы прозвали это место забытыми секретами. На стенах руин можно заметить многочисленные нажимные плиты кнопки рычаги. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а. О, там и чё. Это ещё одно место, которое... Вообще, понятно, мне нужно загадочки разгадывать. С плитами. Ну блин А чё вы туда залезли? Чё, прям сразу в пещеру? Вот так, ну погоди, чё тут вообще ничего нельзя потрогать, поделать Можно выйти из локации, понятно Туда нельзя, туда нельзя Причём так ощущение, что я бы чё-то был вот прям чуть ли не в аналогичной локации там Или в куске похожей локации там, что её просто взяли частично И сюда вставили Не вспомню только где Но ощущение доживю прям явное такое Так Я не то прочитал Неловко вышло Ну теперь я знаю за то, как мятеж работает Наверное Так, а вот эти штуки-то у меня есть, давайте посмотрим Вот эти у меня есть, ну спасибо Хотя бы тут я могу чё-то сделать Капище поруганное вверх Ну давайте здесь разгадаем тогда, чё уж Это у нас забытые секреты Так Угу Секунду Так, ещё тут оказывается мы лук не собрали Пробежали мимо Не то, чтобы там было чё-то полезное Ну да ладно Вон лев у нас уже, точнее лев-тигр Разошёл В секретную дверь там Проникает как может Так, ладно, чё у нас здесь Здесь тоже Головоломки Чтоб он пусто был Так, чё у нас тут О, тут глядите-ка На чёрт у нас что ли Или мне кажется Да наверное бы как будто кажется Чё даже не знаю Так, ну давайте пробовать Так Кстати здесь тоже отличаются они Иначе выполнены эти плиты Тоже они вот как видите Двухцветные А ты чё не хочешь А нет, всё хочет Так, здесь Вот Такая Да Такая Здесь с двумя такими решёточками Я уже даже их Различаю Как будто бы Или нет Или нет Блядь Стоп, всё наоборот что ли Так, давайте пока Продолжим составлять А то я что-то там Это втупляю Так, здесь тоже с такой вот Сеточкой Наоборот Ага Потом с буквой Z Сюда две Z Надо поставить Да Ну и Чё вот сюда Решёточку Она у нас одна Осталась Да Сюда Букву Z Чё, Z-то нету больше Нет, почему Есть То ли не одна Даже Или сюда F Поставить Ну-ка F У меня ещё есть Так, ну и сюда Последняя Последняя По-видимому О, сам додумался Хе-хе Там на скриншоте Некоторых плит не было И они отличались Видно, что прям Всё переделали Блин Так, засели Всё идентифицировал Так, зайдите сюда Проверку внимания На всякий случай Сделаем Нет Ничего Нету Тут Ух Призна Так, призрак маски Расскал, где искать Забытый секрет Призрак маски Расскал, где расположен Последний полок Ага Призрак маски Не везде нам помог Как я вижу Вот, их четыре Ай, ну с ума сошла Опять Так, ну осталось Здесь вопросы порешать С этой загадкой Разобраться Но я думаю Это уже на следующую серию Отложить Потому что что-то Я подзаебался Если честно Отходить тут Карту Педалить Выискивать Всё это Дело Походу нам, да Нужно встречать Чуваков в масках Которые нам Типа Рассказывают Про Местонахождение Этих точек И мы тогда Можем их найти На карте Сами мы типа Их не найдём Так, походу Это именно так работает Почему-то В прохождении Про это ничего Не говорится Конечно же А как геймплей Надо этого догадаться Как бы, ну Ну только если начинать Этих чуваков встречать Да, там И как-то сложить 2 плюс 2 Так Стоп А почему сейчас Здесь вот он Посередине Останавливается Вот Останавливается Только Сильно-то лучше Мне от этого Не становится Так Замок желаний Окей Давайте туда Снова идём сюда В надежде Там Отъебитесь Пока не захожу В карты Потому что Рен знает Нету Понятно Загружаемся Так А вообще Ну то есть Я такой Вот здесь Где-то его Встретил И сюда Пришёл Ну то есть Типа Возможно Для того Чтобы где-то Здесь его найти Нужно где-то Тут тоже Походить Ну-ка Давайте Сюда Здесь Ничего Нету Здесь Тоже Ничего Нету Так В яс Яс Такой Здоровенный Яс О, это Что такое А, небесная Пека Размер Лазарета Размер Лазарета Один Перманентный Другой Не очень Так Что ты мне здесь Предлагаешь Остановиться А, ну Наверное Потому что Может Войска Потому что Неделя Новая Вот тут Вот тут Возможно Что-то Даже Есть Потому что Как показывает Практика Если он там Останавливается Значит Как будто бы Вылезли Вылезли Малявки Ну ладно Продолжим Все это Драчение Уже В следующей Серии Будем Снова Думать Как это Работает На этом Закончим Всем Спасибо За просмотр И пока Пока Субтитры